Вау! Вот это да! Вы это видите? Я, честно говоря, немножечко в шоке. Это же трутоэксер на желтый. О, тут лучше видно. Смотрите, какой он ярко-оранжевый. Боже, такой мягенький. Вот это вот пихта. Большая пихта. А вот это вот кора этого пня, на котором ТСЖ. Один в один. Это тоже пихта. Всем привет! Я вернулась в лес опять к найденному ТСЖ, потому что у меня возникло очень много сомнений по поводу того, что пень хвойный, пихтовый. Во-первых, к этой мысли меня сподвигла Ирина Клистова. О грибах и растениях очень она сомневалась, что и засомневалась тоже я. И начала я пересматривать свое видео, где я сравнивала кору. И теперь мне уже кажется, что она абсолютно не похожа вот на кору этой пихты. Сегодня со мной мой муж, который поможет определить, какое же это дерево. Возьмем сейчас кусочек коры и походим по лесу, поищем похожее дерево. Ну вот, пихта наша. И вот это кора. Теперь я вижу, что вообще не похожа. Наверное, я очень сильно боялась собрать трутовик с хвойного дерева. И поэтому вот больше склонилась к мысли, что это пень пихтовый. Ну а теперь давайте походим, поищем нужное нам дерево. Может, нам повезет. Не, поставь. Да. Сюда приложи. По-моему, мы нашли это дерево, посмотрите. По-моему, очень похоже, очень-очень. И это, друзья, дуб, огромный-огромный дуб. Ну что, первый раз в жизни, наверное, мне безумно приятно признавать свою ошибку. Очень я рада, что это оказался не пихтовый пенинг, а дубовый, что очень даже естественно для этого гриба. Так что он съедобный, можно его срезать и попробовать. Единственное, конечно, поздно я его поняла, что это с лиственного дерева, он начал тут немножко портиться. Но все равно достаточно еще молодых, красивых экземпляров. И он растет в течение года всего, лета, даже осенью. Поэтому, если мы срежем, то новые вполне вероятно отрастут. Ну что, приступим! Он еще мягкий, так что приятный грибной аромат. Вот он мой урожай. Трудовик оказался, честно говоря, очень сильно червивым. Не только мне его захотелось попробовать, но вот то, что я тут пообрезала, хорошие кусочки. И теперь отправляемся на кухню все это готовить. Трудовик я уже помыла, почистила, перебрала. Так как он у меня был очень червивый, то вот такие вот разнопойные кусочки получились. Сейчас мы все это отварим 15 минут. И отдельно я еще тут отложила вот такие вот кусочки более-менее. Хочу, как зонтик, пожарить их в яйце. Но тоже предварительно 15 минут отварю. Первым делом хочу попробовать приготовить котлетки. Все рекомендуют именно это блюдо. У меня тут пополам куриная грудка и отварной ТСЖ. Сейчас я это все попробую измельчить блендером фарш. Фарш наш получился. Вот такой вот он оранжеватого кремового цвета. Не знаю, не передает, наверное. В общем, красиво очень. Я сюда добавила, ну, стандартно, яйцо, соль, перец, тертый лук. Фарш готов. Осталось теперь пожарить котлетки. К чему и приступим. Вот наши котлетки готовы. Мы уже одну продегустировали. Но я сейчас вам разрежу, покажу, как она выглядит внутри. У меня они вообще как суфле получились, благодаря блендеру. Вот такого вот красивого цвета. Как сказал муж, если не знал бы, что тут гриб, то не догадался бы. По вкусу сначала, как обычная мясная котлетка. И только в конце вот какие-то такие специфические нотки ТСЖ. Не кислит, не горчит, ничего. Поэтому рекомендую, приготовьте такой вариант. А мы сейчас приступим к следующему блюду из трутовика серно-желтого. Предлагаю также приготовить салат с ТСЖ. Вот я уже нарезала грибочки такими вот мелкими и тонкими полосочками. Отварной ТСЖ. Огурчик. И тут у меня поджаренное с соевым соусом и перчиком курочка. И сейчас приготовим соус. К чайной ложке дижонской горчицы я сейчас добавляю оливковое масло. Тоже такое, ну почти 2 чайные ложки. И немного лимонного сока. Тоже чайную ложечку. Вот такой соус у нас получился. Я добавила еще одну чайную ложечку оливкового масла. Отправим теперь в холодильник промариноваться на часик. И последнее блюдо на сегодня. Это такие вот отбивные. Приготовим в яйце. Я также готовлю зонтик. Получается вкусно. Поэкспериментируем, потому что отзывы в интернете об этом блюде очень хорошие. Игорь, очень молодец. Продолжение следует... Продолжение следует... До новых встреч!